Что бы случилось с вашим домом во время землетрясения, если бы он был построен из кубиков лего? Надо это проверить. Вы когда-нибудь задумывались, как высокие небоскребы могут так впечатляюще противостоять силе тяжести? Но как насчет более мощных сил, таких как землетрясение? Архитекторы и инженеры должны проектировать здания так, чтобы они выдерживали множество сил, а именно, сила тяжести, люди внутри, вес строительных материалов, погодные и экологические воздействия. Если конструкция устойчива, эти силы не ослабят конструкцию или не вызовут ее обрушение. Один из видов силы, которая может ослабить конструкцию, это поперечная сотрясательная сила, подобная той, которая возникает во время землетрясения. Землетрясение возникает, когда тектонические плиты земли, которые медленно перемещаются относительно друг друга, на время застревают. В месте смыкания плит накапливается потенциальная энергия. Когда ее значение достигает критических показателей, замкнувшиеся плиты сдвигаются и накопленная энергия высвобождается в виде землетрясения. Если инженеры собираются проектировать здания в сейсмоопасной стране, они должны быть уверены, что его конструкция выдержит боковые нагрузки. Проектирование зданий с боковым сопротивлением полезно не только для предотвращения повреждений от землетрясения, но и от других боковых сил, таких как ветер. Инженеры могут проверить, насколько хорошо здание выдерживает поперечную силу, поместив его модель на встряхивающий стол, который перемещается горизонтально, воспроизводя напряжение, создаваемое землетрясением. Такой стол можно сделать своими руками, чем я сейчас и займусь. Для этого я беру и распиливаю доску на два равных отрезка. Это не обязательно должна быть доска. Можно использовать любые пластины из других материалов. Две заготовки нужно соединить с помощью канцелярских резинок. В пространство между нужно поместить стеклянные шарики. Такие можно достать из старых баллончиков из-под краски. Ну вот, встряхивающий стол готов. Его принцип действия очень прост. Во время того, как я отвожу верхнюю доску от центра равновесия, напряжение внутри канцелярской резинки усиливается. Когда я отпускаю доску, силы внутри резинки стремятся снова принять равновесное положение, придавая верхней плоскости определенного ускорения. Это ускорение можно измерить с помощью акселерометра смартфона, установив специальное приложение. Именно это ускорение совместно с массой доски и испытуемого объекта будет создавать поперечную силу, которая, как мы ранее узнали, является главной угрозой во время землетрясений. Для наглядности действия вибростола я поместил на него башенку из гаек. Ее смещение и падение качественно показывают действие поперечной силы. Башенка из гаек – это не совсем надежная конструкция. Давайте сделаем что-нибудь покрепче. Для этого нам понадобится... Мамма миа, Италия, макароны. О, что это было? В общем, нам понадобятся макароны, чтобы создать макет здания для испытаний. И, кроме того, понадобится пластилин. Давайте приступать. В общем-то, вот такой шестигранник у меня получился. Давайте его проверим на сейсмическую устойчивость. Вот наш испытательный стенд. Ставим его сюда. Отвести посильнее. На этих кадрах видно, как конструкция подвергается боковому сопротивлению. Если посмотреть на кадре во время реального землетрясения, можно увидеть некое сходство. На самом деле, в том, что здание шатается, нет ничего страшного. Так как в основе строительства всех небоскребов лежит динамичная конструкция здания. Именно она позволяет высоткам сохранять устойчивость и оставаться безопасным при сильном поривистом ветре или землетрясениях. Давайте уже все-таки проверим, как землетрясения повлияют на постройки Лего. Для начала будем строить из блоков 2х2 башню. И посмотрим, какой кубик станет критическим для падения всей конструкции. Башня упала после 19-го блока. Я также проверил башню, сделанную из вот таких деталей. Как вы можете увидеть, чем выше постройка, тем быстрее она упадет. Продолжаем экспериментировать. Как вы можете понять, сильного урона моделям зданий своими ручками я применить не могу. Пора применять тяжелую артиллерию. Электролобзик. Его обратно поступательные движения смогут создать достаточное усилие, чтобы проверить здание на землетрясение большой магнитуды. Для этого я делаю специальное крепление. Чтобы исключить лишние колебания, я закрепил Лего пластину на вибростоле с помощью саморезов. Итак, первые усиленные испытания. Этой маленькой постройки нипочем землетрясение. Ее просто сорвало с пластины. Давайте попробуем испытать вот такую конструкцию. На замедленной съемке видно, как все четыре столба одновременно обрушились от боковой силы. Так что сооружая разные здания, не жалейте с опорами. А что случится с вот такой Лего башней? Да, оно упадет неудивительно. Попробую ее усилить в основании. Теперь она значительно уверенней противостоит тряске. Отсюда делаем вывод, что укрепление фундамента постройки значительно повышает ее шансы на выживание. Домик с начала ролика. Сможет ли он противостоять сильному землетрясению? Уверенно держится. Пробую увеличить мощность. Бух! Все разрушилось. Остался только мусорный бак. В общем, испытания подошли к концу. Какой можно сделать вывод? Землетрясение не совсем важно, из чего сделано здание. Главное то, как оно сделано. От того, какие технологические решения вы примете во время постройки различных сооружений, будет зависеть, как они будут противостоять всем бедствиям. Если ваш дом будет построен с умом, то неважно, из Лего он сделан или из бетона, он выдержит любые катастрофы. Спасибо, что досмотрел этот видеоролик до конца. Если он тебе понравился, то поставь лайк и подпишись на канал. Ну а я желаю тебе всего хорошего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok